Привет, ребят! С вами Ночный Житель, и мы продолжаем прохождение кампании Impossible Creative. Кто смотрел до этого выпуск, если есть такие счастливцы, я не смог за короткое время уложиться и пройти полностью миссию в этой кампании, потому что не хватило у меня времени. Поэтому выпускаю вторую часть прохождения одной и той же миссии. И случилось у нас две нехорошие вещи, это то, что вот здесь вот я отстраивал свою мастерскую, на нас здесь напали, получается рабочие у меня отсюда все убежали, и вот эти вот зверюшки, которые догоняли рабочих, пришли до моей базы, и получается всех зверей, которые охраняли мою базу, расстреливают, просто расстреливают, убивают. Короче, полный слив. Осталось у меня немножко войск, осталось у меня две, а, какой-то медвелунс. Здесь два штуки осталось, два зверька, отправляем их на базу для защиты. И еще осталось небольшое войско тут, отправляем их тоже на защиту, попробуем отбить нашу базу, не знаю, что из этого получится, потому что угля нет. Надо было защищать вот эту мастерскую, но по каким-то причинам я отвлекся и не смог защитить эту мастерскую. Вот сейчас я отправляю своих животных на базу на оборону, по дороге еще встречаю еще одних животных, которые пытаются атаковать моих зверьков, которые будут оборонять нашу базу. Ничего из этого хорошего не получается. Скорее всего, я еще растеряю часть своих войск, причем большую. И проигрываем мы, потому что ихняя генетика намного сильнее моей. Мои зверьки не отличаются силой, не отличаются выносливостью, по атаке мы тоже конкретно проседаем. Но я буду надеяться, что я буду брать числом. Числом. Попробую их немножко генетически улучшить. Думаю, что из этого выйдет прекрасное решение моей проблемы, но не знаю, насколько мне это поможет в прохождении этой кампании. Потому что угля, как я говорил, у меня нету. Просто нету угля. Сейчас посмотрим. Так, вот здесь еще у нас остался 2-3 рабочих. Я вот только одного рабочего видел. Точнее, да, рабочих уже у нас здесь. Нет, один все-таки остался. Спрятался в кустике, и ему повезло выжить. Сейчас добиваем оставшихся, и я, наверное, останусь немножко здесь на базе, чтобы немножко подлечиться. Вот так вот можно сказать. Создать воинов, которые помогут мне отбить мою базу от вот этих вот периодических набегов, которые просто все портят. Так, что у нас? Опять нападение. И, наверное, это будет точный слив. На наших гибридов напали. Хотя, может быть, выберемся. Я точно не уверен. Рабочих вот плохо, что нету. На наших гибридов напали. Конкретно нету. Создадим, наверное, еще нескольких рабочих. Поставим точку сбора здесь, позади базы. Отбиваем, значит, вот эту группу. Дай бог получится. И будем опять осваивать вот это место залежа и угля. К сожалению, не могу я строить оборонительные башни, потому что у меня они пока не открыты. Я их не исследовал. Здесь у нас долбит рабочих опять. Короче, полная жопа. Я, как понял, надо больше собирать войск, в одном месте концентрировать, чтобы нападать массово. Вот это основная из моих проблем, которую я не учел. И надо было сразу создавать мне второй генератор существ для большего количества создания гибридов. Так, рабочих опять долбят. Попробую отправить их на уголь. Может, где кто-то из них выживет. Проблема в том, что они еще медленно бегают по сравнению с Люси и Рексом. Вот это их не минус. Короче, ситуация очень плачевная. Не знаю даже, что делать. Очень-очень плачевная. У Люси осталось очень мало жизней. И, наверное, я солью эту кампанию и начну заново. Учту все свои ошибки, которые я здесь сделал. Так, короче, все, угля у меня нет. Да, и это полный слив. Полный конкретный слив. Так, людишки у нас атаковать могут. Атака 2. Но это нифига ничего не сделает. Это будет полный слив. Давайте, наверное, не будем тратить время. Я перезагружу эту кампанию. Попробуем начать заново. Быстро промотаю ролик. Я думаю, он не особо интересен, так как мы его уже смотрели. Попробуем все заново. Так. Похоже, мы можем попасть в переделку. Так что нам лучше начать строить базу и создавать гибридов. Нам также понадобится уголь и еще рабочие. Идиот. Нам также потребуется электричество. Что мне делать? Без проблем. Привет. Как скажете, босс. Создаю сразу электрическую вышку. Я планирую их создать больше. Штучки, наверное, четыре. Если получится. Не забываем, что нам нужен генетический код медведя. Так, он у нас появился. Готово. Отводим Рекса в сторонку. Так, на уголь. Рабочих на уголь. Вроде бы еще одну вышку можно сделать. Давайте, наверное, больше рабочих создадим. Они нам нужны. Чтобы быстрее перетаскать уголь. И нам нужна... Так, недостаточно угля. Угля надо 250. Ну, сейчас вышку доделаем. Так, вот этот ничего не делает. Сделаем генератор существ. Мы готовы ко всему, что бы ни случилось. Но все равно надо смотреть в оба. Рекс, я, конечно, не собираюсь совать нос в чужие дела. Да, но ты так классно управляешься со всеми этими военными делами. Чем же ты раньше занимался, до того, как приехал сюда? Я был военным журналистом вплоть до прошлого года. А я-то думала, чего твой отец так восторгался, когда к нам приходили газеты. Подожди. А что же случилось в прошлом году? Постройка завершена. Я освещал события гражданской войны в Испании. Фашисты напали на деревню, в которой я находился. Там был этот раненый солдат, совсем еще ребенок. Я думаю, у меня внутри что-то сломалось. Понимаешь, главное правило журналистики – не вмешательство. А ты вмешался? Да. Я едва спасся. Когда я вернулся назад в Америку, меня уволили. Ну и очень хорошо. Я надеялся, что это была последняя война, которую я когда-либо видел. А потом ты приехал сюда? У меня не было выбора. Чтобы познать себя, нужно знать свои корни. Мне кажется, ты хороший человек, Рекс. Будем надеяться, что я достаточно хороший. Готов, босс! Так, ну что ж, я стараюсь организовать такой маленький муравейник, в котором много-много рабочих. И каждый рабочий знает, чем занимается, чтобы получить как можно большую выгоду от всех этих движений. Чтобы быстрее все построилось. Учитывая то, что у меня нифига не хватало войск в прошлый раз. Мои гибриды были слабы. И, в принципе, их количество оставляло желать лучшего. Вместимость у нас сейчас 7 рабочих из 50 возможных единиц. Думаю, в дальнейшем я увеличу количество рабочих еще на 3. И благодаря этому мы быстрее будем добывать уголь. Так, и я думаю, можно начинать создавать первых зверюшек. Вот в прошлой серии я создавал еще смесь медведя с скунсом. Вот не знаю, в этой серии мне пытаться или не пытаться это сделать. Такого большого плюса от создания вот этих вот смесей медведя со скунсом я не заметил. Одни из минусов ихних, то что он медленный, но у него чуть больше атаки, чем у дикомы. Вот это вот небольшая такая проблемка. Наверное, не буду я их создавать. Так, и мы, как видим, у нас образуется очередь на угле. То есть не хватает всем места рабочим на уголь. Но благодаря этому уголь поступает постоянно и в огромных количествах. Это очень радует. Электричества тоже, в принципе, у нас хватает. Насколько я помню, вот здесь вот у нас находится генератор плюс около трех-четырех медведей. Сейчас попробуем их быстренько раскидать. И не забываем, что где-то около десяти минут будет, когда на нас нападут заново. То есть придут первые гибриды, которые будут проверять нашу оборону и насколько мы размножились, расстроились, насколько хорошая у нас оборона и какие зверюшки у нас имеются, чтобы посмотреть их на прочность. Так, ну вроде бы зверюшек мы уже поднабрали. Я думаю, можно сходить проверить на прочность медведей. А пока у нас в очереди создаются очередные гибриды, можно будет вынести вот здесь вот то, что будет находиться. Да, это даже не медведи я пулю... Извиняюсь, перепутал какие-то пулеминги. Насколько помню, вот этот генератор полностью раздолбливать не надо. Мы его немножко раздолбим, и нам предложат его оставить, чтобы исследовать. Где-то... Да. Все, до конца атаковать не надо. Сейчас Люси сходит и следует этот момент. Так, вот на нас первое нападение. Ну, все это фигня. Сейчас сходим и следуем. И пойдем уже атаковать. Надо будет выставить небольшой такой дозор, который будет нам помогать контролировать территорию, которая уже находится у нас. И предотвращать все нападения. А вот это то, что я называю генератором. Нам доступно новое сооружение, но его нужно построить на этих геотермальных скважинах. Можно использовать пар как движущую силу генератора и вырабатывать намного больше электричества. Знаешь, не вижу причин, по которым я не смогла бы разобрать на части вражеские сооружения. Ты думаешь, это разумно? Ты же подставишь себя под удар. Пока рядом ты и наши мутанты, я спокойна. Мы можем попытаться это сделать, если захочешь. Небольшая диверсия. Мне нравится эта идея. Так, генератор мы изучили. Можно будет строить самим генератор, даже, скорее всего, на вот этом месте, к которому находится сейчас вражеский генератор. Надо его только разобрать. Зачем мне, в принципе, сейчас генератор, я не понимаю. Мне хватает вот этих вот трех вышек, которые добывают мне электричество слегкой. Я не трачу столько электричества, сколько даст мне генератор. Но задание есть задание. Поэтому сейчас расстреляем вражеский генератор и воткнем на его месте свой. Хотя я помню, что где-то вот здесь есть еще одна точка, где можно поставить еще один генератор. И есть одна вот такая вот небольшая затея. В прошлый раз я уходил налево. Если уйти на правую сторону, может быть, получится сократить как-то прохождение время кампании, потому что проходить за 30 минут, а обычный ролик в YouTube укладывается в 30 минут, у меня не особо получается. Не знаю, что с этого получится, но попробую. Продолжаю штамповать зверюшек. И можно будет попробовать организовать самому периодически такие небольшие рейды, которые помогут нам... Так, 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 так. Генетический усилитель построим. Ну что же. Я считаю, что мы набрали такую неслабую армию. У нас лимит практически... Не практически, а превышен. Больше я ничего создать не смогу. Сейчас навтыкаем в очередь. Так, так, что у нас не хватает? Угля не хватает. У нас можно еще увеличить до третьего уровня, но нам надо 300 угля. У нас пока таких ресурсов нету. Пока нету. Но они сейчас будут... Меня останавливает только одно, то, что я сейчас начну уходить. Если брать всю армию, она мне, конечно, поможет. Так. Люси отправим на уголь. Я вот не знаю, мне обязательно строить вот это вот... Так, нет, пока у меня здание не появилось. Надо его разобрать. Тогда у меня появится здание с... Так, как оно правильно называется-то. На наших гибридов на базе... Блин, 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 блин. Здесь вот здание будет, которое поможет нам разобрать. Ну, типа переносного приема с угля, что ли. Вот что-то типа того. Маленькая такая фермочка будет, в которой можно таскать уголь, чтобы не тащить его до базы. Так, всех расстреляли. Пойдем дальше. Меня подрывает пойти и налево, и направо. Так, теряем уже одну из ком. Одну из диком вот так вот. Даже не одну, уже двоих. Спасает то, что атакуем сразу всех и вся. Сейчас мы им докидаем. Осталось вроде парочка. И пойдем дальше зачищать. В это время у меня на базе, да, появляются еще, еще, еще. Это радует. Угля опять не хватает. Пойдем дальше. Сейчас доберем вот здесь вот маленькая такая база будет. Разберем ее. Вышка, вышка, вышка. Про вышку что-то я забыл. Ну ничего, сейчас все это по-быстрому организуем. Главное вот все вот это вот мясо большое, вот этот весь отряд направить на одного юнита. Его ненадолго прям буквально хватает. И быстренько все разберется. Так, опять Трекс у нас в первых рядах получает звездюлей. Он у нас и не дальний, и не ближний, а так, но почему-то рвется в первых рядах. Урон проходит нормально. Но задние ряды стоят. Рекс бегает как ошпаренный, туда-сюда не знает, куда спрятаться. Сейчас доберем башенку. Звуковую. Достаточно необычное проявление вот этого вот урона у башни, звуковая. Я такое в играх особо как-то и не встречал. Возвращаемся назад. Башню мы уничтожили. Нам нужно исследовать как-то, не знаю, лабораторию по приему угля, что ли, что-то типа такого. Помню, что здесь стоит здание. Вот оно. Это называется мастерская. Блин, я что-то все, уголь, уголь. Сейчас быстренько ее разбираем и создаем свою мастерскую. Свой приемник угля. Так, может быть, Люси сейчас опять попросит не разбирать до конца, потому что ей надо будет опять поучить, почитать. Сейчас посмотрим. Либо то, что мы сделали третий уровень, нам это даст. Нет, нифига нам ничего не дало. Можно рабочих отправлять, чтобы они пешком бегали. Это вот тоже один из плюсов. Но не знаю, прокатит, не прокатит, потому что изначально просит строить все здания, которые нам нужны. Вот. Отправляешь рабочего и он... Стоп. Так, проуголь. Да, надо будет строить мастерскую. Ну ладно, фиксируем мастерскую мы построим. Дальше я соваться пока не буду. Встану здесь. мастерскую. У меня получается через минутки-полторы будет огромная армия рабочих, которым нужно будет таскать что-то откуда-то. Лимит у нас, как всегда, на максимуме. Больше у нас ничего получить нельзя. Двигаемся. И просто все, что к нам подбегает, мы это расстреливаем. Один-два буквально прыжка совершает противник, и от этого ничего хорошего не получается. Давайте, наверное, Рекса шанс вбеним в задние ряды. Будем атаковать сразу. Буду атаковать вышки, не буду обращать внимания на зверье. Так, шанс опять начинает выхватывать звезделей. Ему просто катастрофически везет. Так, одну вышку сносим и какую-то часть я отправляю на другую вышку, а остальные будут у нас вваливать зверюшкам, которые нападают на нас. Так, опять нападение. Вот эти атакуем тоже вышку. А вот эта группа будет атаковать зверьков. А шанс просто подбегает к противникам и стоит выхватывает звезделей. Еще один бычок к нам прибегает. Смесь быка еще с чем-то. Так, разбили. Мне кажется, в этот раз у меня получается играть намного быстрее, чем в прошлый раз. Я точно с этим не уверен, но вроде бы на это похоже. Учитывая прошлый опыт, прошлый разгром, надо создавать больше зверюшек и периодически пополнять. Так, что у нас тут будет? Пополнять свои запасы войск свежими силами, чтобы иметь возможность отразить атаку и напасть не посрамив себя, чтобы нас не разобрали. Быстренько разбираем генератор существ. Ребят, на самом деле тороплюсь, потому что знаю, что время ролика около 30 минут. Хотелось бы пройти за 30 минут, но я пока не знаю, получится у меня это или нет. я буду стараться, но не всегда получается что-то сделать за 30 минут. Вот здесь я еще могу сообразить еще один парогенератор. И вот здесь нас будет ждать еще какое-то серьезное сопротивление, будет много-много зверя. На базе у нас есть еще свежее подкрепление, я его отправлю к своему 50 из 50 у нас как обычно. Есть возможность увеличить что-то. Я сейчас не особо вдаюсь в подробности что именно я увеличиваю, потому что имея определенный вид животных, допустим, если летунов, то им нужно сейчас их пока нету, но может быть дальше будут, им нужно увеличивать обзор. Если это какие-то животные близкой атаки, им нужно увеличивать броню. конечно, если у тебя полно ресурсов и хватает времени до полного развития, ты будешь увеличивать все, но у меня нет такой возможности и я не думаю, что миссия рассчитана, чтобы ты увеличил и прокачал все. Можно это растянуть, но я не вижу просто смысла зачем это растягивать. Поэтому увеличиваем все то, что получается. Давайте наверное Люси плюс еще одного рабочего поставим сюда на уголь, чтобы здесь очередь не организовывалась возле угля. Угля у нас можно сказать сейчас рабочие опять у нас будут в очередь вставать. А здесь собрав армию я продолжаю нападать. На очереди насколько я помню у меня еще немножко там зверюшек стоит. Да. Так, стоп, нападать пока не буду, посмотрю, что есть. А есть у нас жопа. Блин. Блин, 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 я отвел то, что у меня было. И получилось так, что я оставил базу без прикрытия. Сейчас похренячит всех рабочих. Это не особо критично, но неприятно. Даже, наверное, слишком большую часть я туда отправляю. Хватит вот этих. Надо Люси. Люси у нас уведена в сторонку, ее там никто не видит. Зверюшки здесь появляются благодаря погибшим рабочим. Ну, думаю, отстоим. стопудово отстоим, а здесь будем нападать. Рекс где-то с нами, в середине бежит. Давайте разберем все, что тут есть. Есть у меня небольшая злость по поводу того, что я слил прошлую компанию из-за собственной глупости, ну, или недооценил свои способности. Так, дружно все на вышечку. Рекса шанса надо будет, наверное, убрать, чтобы он не мешался, где-нибудь кайфу в сторонке постоит. А зверюшки все на вышку. А на самом деле очень красиво, когда бьют какие-нибудь звери, скрещенные с электрическим углем. Это получается так прикольно, они бьют как бы сверху, плюс электрическая волна проходит. Стоит посмотреть, не стоит попробовать с таким зверьем поиграть. Сейчас уничтожим эту вышечку и пойдем уничтожать. Так, зверюшки мои пришли, в очередь ставим, здесь что-нибудь еще исследуем, рабочий. Так, о рабочих вот у нас короче ни хрена нету. Заказываем еще нескольких рабочих. Здесь у нас что? Осталась еще одна вышка, две мы разобрали третья, разбираем третью вышечку. Развитие по вашему приказу завершено. дай бог чтобы мне за оставшееся время получилось пройти эту миссию. Слишком растягивать неохота. Так, здесь зверюшков собрали немножко. На очередь поставим. Уголь здесь собирается. Рабочий на уголь. Генератор существ плюс электрическая вышка. Да, и вот здесь я замечаю явное преобладание животных с дальней атакой, то, что они могут да, они еще так прикольно шатаются, когда атакуют. То, что они могут атаковать издалека и большее количество имеет возможность вступить в бой. Если бы это было ближнее атака, штук 5 бы обступило и все. Остальные бы просто стояли и ожидали своей очереди. Либо когда первые сольются, либо когда они подвинутся, чтобы у них тоже была возможность атаковать. Вот этот бегает, не знает куда прижаться, либо к умным, либо красивым. Разобрали. Так, людей. Хотя нет. Давайте вышку. Сейчас как раз эту электрическую разберем. Эти накинутся на вышку. Сразу буду выносить вышку, потому что появится потом зелье. Будет долбить меня со всех сторон. Так, сразу на вышку. Вы сюда. Вы сюда, вы сюда. Так, и вот они разворачиваются, начинает генетический усилитель. Я не думаю, что из этого что-то хорошее выйдет. Надо сначала сносить вышки, потому что прибегут сюда зверюшки, 100 полов прибегут. В прошлой серии это было. И будем по-быстрому все сносить. Так, зверя у меня здесь хватает. Давайте немножко отправим на подмогу. Так, рабочих добиваем. Допиваем. Нехрен нам здесь бегать. И генетический усилитель будем сносить. Рекс и шансы забираем с собой, чтобы кто-нибудь там не грохнул, пока втихаря он в лесочке стоит. Подмога идет. Усилители стоят. рабочие работать. Угля здесь осталось 1880. Мало. Очень очень мало. Так, бараны. Давайте наверное здесь оставим баранов. Я не знаю куда они бежали либо стояли здесь либо бежали уже на базу атаковать. Баранов снесем. Потеряем наверное одного. Может быть даже двоих. Так, какая-то подмога у меня слабой была. Но ничего. У нас появились еще зверюшки на очереди у нас тут есть и короче остается у нас один раненый один даже не один сейчас и второго добьют сильная разница между силой и и все короче 4 или 5 слились на троих это конечно сразу заметно ну что ж отправим еще один отряд пока у нас в принципе проблем нету только уголь да у нас есть проблема с углем рабочие здесь встали давайте соберем рабочих и отправим вот сюда вот здесь вот надо все добрать и не знаю либо опять через центр возвращаться либо уходить по гибридов напали поверху я здесь не пройду поэтому сейчас будем возвращаться через центр а вот эти зверюшки должны были которые на нас напасть но что-то они как-то подзадержались не знаю должен пройти очень постараюсь тороплюсь времени катастрофически мало но все-таки надо добить эту серию надо добить потому что проходить все это долго это будет нудно и не интересно комы у нас в большинстве своем целые есть парочка подранков пару одноразовых которые просто на один удар и все с ним больше ничего не произойдет они сольются строим мастерскую дружно человечков накидываем на нее сверху они похожи на таких вот маленьких каких-то косолапых медвежат немножко несуразных вроде вот здесь они должны были собраться у меня здесь еще какой-то медведь пробегал и у нас здесь еще уголь есть есть смысл отправлять туда нет рабочего я пока не в курсе наверное так вот здесь у меня уголь кончится осталось вот здесь еще 150 я отправлю рабочих на новое месторождение так где у нас рекс 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 где ты так вот он у нас в центре немножко подкрепим войска свежими силами немножко немножко чуть-чуть вот здесь угля остается 1000 так давай наверное Люси здесь оставим а остальных рабочих отправим вот сюда добывать уголь я думаю это будет более выгодно так это кто у нас мускусный бык странно я вообще такого не слыхал что был мускусный бык я думал что-то с чем-то поэтому получилось слово мускусный но природа у нас очень весьма необычно поэтому получилось такое дикое название либо тот кто называл это животное мускусным быком 42 из 50 так Люси Люси наверх пошла погоди а что Люси наверх пошла я же сказал угли здесь собирать сколько угля тут 950 я за место рабочего отправил Люси как скажете босс папа 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 мне кажется маловато маловато зверя маловато здесь вот можно пройти по правой стороне давайте попробуем по правой стороне пройти в центр не будем лезть пройдем по правой стороне попробуем добраться до базы до лаборатории где когда-то был отец рекса сейчас дойдем до туда посмотрим насколько будет нас хорошо встречать местная фауна и что у нас из этого получится плохо что войска растягиваются это не тот вид войск который может растягиваться насколько я вижу здесь что-то разбомблено разломано сейчас рекс наверное толкнет какую-нибудь речь по поводу папа ты где я тебя найду скорее всего так и будет уже выполняю отец что с ним могло случиться может он внутри если я не выйду через пять минут спасайся и уезжай с этого острова нет подожди-ка это глупо если я не выйду через пять минут заходи внутрь и проверь не запер ли я тут себя или еще что-нибудь в этом роде отца нигде не видно хотя я нашел кое-что интересное дротики с нейротоксином наверное отец использовал их чтобы защищаться от тех существ здесь не хватает нескольких это мне совсем не нравится цель выполнена от на рекс напали так и у нас появляется первая необычная зверюшка смесь тигра с богомолом на наших гибридов на самом деле действительно дикая дикая смесь так ребят давайте на этом прервемся с вами как всегда был ночной житель а я полностью углубился в прохождении стратегии давайте кто сейчас смотрит через пару минут я начну загружать новый ролик по этому поводу оставайтесь со мной на связи всем пока пока удачи